В этом видео мы научимся автоматизировать процесс настройки громкости звука с музыкой и сделаем его более автоматическим. Очень часто мы встречаемся с такой ситуацией. У нас в проекте есть видеоряд и две дорожки со звуком. На одной — голос актеров или диктора, на другой — музыка. Если оставить все как есть, то получим следующий результат. Чтобы исправить эту ситуацию, нам нужно пройтись по секвенции и на треке с музыкой сделать так называемые ванночки. Но этот процесс довольно-таки трудоемкий и отнимает много времени. Поэтому, начиная с версии 12.1, Premiere Pro позволяет нам автоматизировать его. Этот процесс называется автодакинг. Premiere может помочь сделать вам эти ванночки сам. Для этого открываем панель Essential Sound. Выделяем все необходимые клипы на треке с голосом. В Essential Sound выбираем Dialog, Auto Match. Так мы подогнали наши голоса примерно под одну громкость. Затем, выделив клип с музыкой, проделываем ту же операцию. Essential Sound, только теперь музыка, Auto Match. Скроллим окно Essential Sound и находим в нем автодакинг. В окно Дакинг станут доступны кнопки, под что нужно подстроить музыкальный клип. Диалог, голос, музыка, эффекты и прочее. Также вам станут доступны ползунки. Первая чувствительность. Он определяет порог срабатывания и изменения громкости. От него будет зависеть конечное количество провалов в музыке. Редюс Бай укажет, насколько нужно уменьшить громкость музыкального клипа в местах обнаружения речи. Оптимальная громкость разницы музыки от голоса будет примерно от минус 12 до минус 18. И параметр Fades укажет, как плавно будет уменьшаться и увеличиваться громкость музыки перед началом и в конце речи соответственно. Устанавливаем параметр Fade и жмем Generate Keyframes. Таким образом мы получим автоматически расставленные кейфреймы в виде ваночек на клипе с музыкой. Теперь вы можете вручную поправить эти кейфреймы, если что-то пошло не так. Так у вас получается минимум ручного труда и трат времени на технические аспекты работы и больше на творчество. Продолжение следует...